МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Пришло время местных новостей. В студии Полина Ерёмина. И вот о чём наши корреспонденты расскажут сегодня. Кто в Тереме живёт на месте сквера по улице Фрунзе, появилась стройка. Новый год по-восточному огненного петуха в Артёме встретили хлебосольно. 20 лет в вихре танца. Ансамбль Чхельсон отметил юбилей на сцене. А теперь об этих и других новостях более подробно. В сквере по улице Фрунзе напротив дома 54 появились два объекта незавершённого строительства. Жители окрестных домов сразу же заинтересовало, что строится и почему именно на этом месте. А главное, не нарушается ли экология. Наш корреспондент Александр Наточев отправился на строительную площадку, пригласив с собой членов экологических организаций. Ему примерно лет 40-50 этому дереву. Известный в городе эколог Александр Савченко хорошо помнит, как 40 лет назад он высаживал деревья в этом сквере. Сосна посажена. Ну сосна это не тот ареал, конечно, она болеет вот передо мной. Берёзы, берёзы хорошо можно сажать. Вот они живут, растут. Наибольшую ценность в этом ареале произрастания представляет ясень манджурский. Ценность его в том, что вот вы его посадили и практически он не нуждается в уходе. У него мощная корневая система. То есть он сам себя обеспечивает. Это дерево такое, оно, ну как бы, уникально тем, что не надо за ним ухаживать. Совсем скоро могут наступить времена, когда в этом сквере ни за одним деревом не надо будет ухаживать. Причина проста. Урбанизация, точечная застройка и удобство жителей, вернее покупателей. Полувековые деревья здесь ненужный элемент. Здание сарайного типа, построенное в центре города, в сквере, говорит о том, что в Артёме страшнейший дефицит магазинов строительных материалов. Может быть оно и так, но только зачем строить магазин, где много лет находится сквер? Как-то не вяжется с городской экологией. Халабуды строят и все. Сколько лес, какие деревья тут у нас красивые растут. Тут, не знаю, вообще, конечно, полное безобразие. Будут подъезжать машины, это два. То есть будет трамбовка почвы идти. В-третьих, это газы. Люди будут подходить. То есть человеку от этого, обществу, мало что хорошего. В городе деревья, кустарники и прочая растительность живет в два раза меньше, чем в лесу. Потому что выхлопные газы и промышленные отходы создают агрессивную среду, что влияет на здоровье человека и прежде всего детей. Почему? Потому что вот это распространение газа, вот машин, оно поднимается, вот этот газ, до метра полтора. Дети, сами понимаете, они бывают двухметрового роста. Вот. И единственное, что может наших детей защитить, это кустарник, деревья и трава. Мы связали с заказчиком возведение важного городского объекта с одной лишь целью – выяснить, а законно ли ведется строительство в зоне зеленых насаждений. И вот, что нам ответили по телефону. Я вам говорю, что у нас имеется разрешительная документация на производимые работы, оформленная в установленном законном порядке. Также мы обратились в Управление архитектуры городской администрации с вопросом, на каком основании выданы разрешительные документы. В Управление архитектуры градостроительства поступило заявление частного лица о сносе зеленых насаждений, выдаче разрешения на снос зеленых насаждений. Это район улицы Фрунзе, 54, городу Артему, в районе переговорного пункта бывшего. В установленных границах земельного участка были проведены обследования специалистами отдела охраны окружающей среды. На сегодняшний день отказано в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений. В дальнейшем, если будет какая-то несанкционированная вырубка, эти лица будут привлечены либо к административной, либо к уголовной ответственности. У каждой из сторон своя точка зрения. И чья из них окажется правильной, мы узнаем, я надеюсь, в самое ближайшее время. А пока суть до дела, рядом появился еще один забор, за которым скрывается очередная стройка. Вот на этом относительно небольшом участке за забором пока никаких строений нет. Залит только фундамент, а это значит, что погибло уже несколько деревьев. В Артемовском городском обруге на карантин полностью закрывались две школы, сообщает Управление информацией. А также частично была приостановлена деятельность 13 групп в 9 садах и не было занятий в 10 классах в 4 школах. Причина – рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Он фиксируется как среди детей, так и среди взрослого населения. Однако заболеваемость среди детей значительно выше, чем среди взрослых – в полтора-два раза. Дети, посещающие детские сады и школьники, чаще всего являются первоисточниками инфекции в семьях. Помимо детей, группе высокого риска заражения ОРВИ и гриппом относятся лица, страдающие хроническими заболеваниями, нарушениями иммунной системы, а также лица пожилого возраста. В целях профилактики формирования множественных очагов гриппа и ОРВИ в образовательных учреждениях ведется мониторинг посещаемости. Согласно требованиям санитарного законодательства, при одномоментном отсутствии 20% детей с признаками ОРВИ в классе, группе, дошкольной или общеобразовательном учреждении, приостанавливается посещение детьми класса, группы, дошкольного или общеобразовательного учреждения на срок не менее 7 дней. Специалисты призывают жителей округа обращаться к врачу при появлении первых симптомов болезни, а также помнить о рисках, связанных с осложнениями и не болеть на ногах. А также не забывать об элементарных средствах гигиены, мыть руки с мылом и при необходимости пользоваться защитной маской. Вот и наступил год петуха по лунному календарю. Это событие в Артеме отметили масштабно. Вот уже в 15-й раз в город съехались генеральные консулы КНДР, Республики Корея, Японии. Поздравляли с Новым годом представители одной из самых многочисленных диаспор Приморья, официальные лица края. Подробности далее. Сегодня мы все опять собрались здесь, чтобы в теплой и дружеской атмосфере отметить наступающий Новый год. По лунному календарю. Город Артем очень многопционален. И как сказал Александр Иванович, корейская диаспора является самой мощной в городе Артемии, не только в городе Артемии. Поэтому хочу поздравить всех нас с наступающим Новым годом по восточному календарю. Пожелать всем здоровья, мирного неба над головой, дружбы, любви и согласия. Приезжайте к нам в гости. Город Артем, город дружбы, город спорта, город перспектив. Поэтому всегда рады видеть вас на нашей территории и всегда готовы сотрудничать. Уважаемые друзья, вот и прожили мы отрезок жизни длиной в год. Этот отрезок жизни был наполнен необыкновенной палитрой чувств. Мы радовались, волновались, мы страдали. И в конечном итоге эти чувства водоразделов всегда находили именно дни перехода зимы, весны, восточный Новый год. Я желаю вам восточный Новый год успехов, здоровья, хороших семейных традиций. И пусть год петуха вам сопутствует. Удачи и успехов. С Новым годом вас! На территории Приморского края проживает 158 представителей различных народов, в том числе народов нашего Дальнего Востока. И я бы хотел от себя лично, от депутатов Законодательного собрания Приморского края, поздравить всех присутствующих сегодня в этом зале и всех жителей Приморского края, которые относят себя к народам Дальнего Востока с наступающим Новым годом. Очень важно, что сегодня здесь присутствуют представители и руководители дипломатических миссий, генеральные консулы и Республики Корея, и КНДР. Потому что сегодня корейская диаспора, она одна из самых многочисленных на территории Приморского края. И мы заинтересованы, чтобы дружба между корейскими народами развивалась и укреплялась. Так же, как и дружба между всеми народами, проживающими в Азиатско-Океанском регионе. Во-первых, поздравляю вас с наступающим Новым годом по рунному календарю. Но если взглянуть в прошлогодние, вот японо-российские отношения были очень хорошими и продавцовыми. Лидеры наших государств встретились много раз в разных местах, что углубляли наши отношения действительно. Я очень надеюсь, что в будущем году такая тенденция будет продолжаться. Уважаемые корейские соотечественники, российские друзья, мне очень приятно с вами встречать Новый год по рунному календарю. Праздник Нового года по рунному календарю – это исконно народный праздник корейской нации. Все считают, что в этот день падают снежинки. В празднике все пожелают своим родителям крепкого здоровья и своим детям светлого будущего. В прошлом году вы, наши корейские соотечественники, с горячим чувством патриотизма демонстрировались в достоинство корейской нации, вносили положительный вклад в движение для воссоединения Родины. А также вы, корейские соотечественники, внесли и продолжают вносить ваш вклад в процветание и развитие Приморского края. Это действительно еще одна уникальная возможность сказать «С Новым годом, дорогие друзья!» И в Приморье, здесь у нас, на Дальнем Востоке, мы всегда после этого праздника говорим так. Значит, уже действительно Новый год вступил в свою силу. Значит, уже самые смелые мечты действительно могут сбываться. Значит, обратный отчет пошел. Значит, у каждого из присутствующих и в их семьях может случиться счастье. Я хочу пожелать всем, дорогие друзья, чтобы вот именно это счастье уже случилось сегодня, уже сейчас. Я надеюсь, площадки для совместного сотрудничества у нас будут только увеличиваться. В администрации округа состоялась первая в новом году встреча участников трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Представители администрации, работодатели и профсоюзов подвели итоги работы за три прошедших года и подписали соглашение о социальном партнерстве на 2017-2019 годы, рассказывает Луиза Сысоева. В Артеме активно развивается система социального партнерства. Проводятся консультации по выработке согласованной политики в социально-политической и трудовой сферах. Развиваются муниципальные программы, заключаются коллективные договоры. Социальными партнерами уделялось внимание выполнению обязательств трехстороннего соглашения между профсоюзами, работодателями и администрацией округа о регулировании социально-трудовых отношений на 2014-2016 годы. На заседании было отмечено, что благодаря сотрудничеству социальных партнеров безработица в Артеме все эти годы держится на низком уровне. По состоянию на 1 января 2017 года безработица составила 0,4%. Большое внимание уделяется индексации и своевременной выплате заработной платы. Заработная плата учителей в 2016 году не индексировала, составив по итогам года. Педагоги общего образования 34 тысячи рублей, дошкольного образования 29. Во всех коллективных договорах предприятий агрокомплекса заложено положение об индексации заработной платы. Но в сельхозпредприятиях Артемовская и Дальневосточная по году заработная плата проиндексирована не была. Только на Приморской овощной опытной станции заработная плата была проиндексирована на уровне 5%. Но при всем при этом есть некий рост в обрабатывающей промышленности агрокомплекса. Заработная плата достигла 45 тысяч рублей против 43,650 в 2015 году. На сельхозпредприятиях 25 тысяч рублей против 22,524 в 2015. По официальным данным, заработная плата в крупных и средних организациях города в 2016 году составила 38 тысяч рублей, что на 10,7% выше 2015 года. Продолжается работа по созданию новых рабочих мест. В 2016 году их стало больше на 498. Далее члены комиссии подписали соглашение между профсоюзами, работодателями и администрацией городского округа о регулировании социально-трудовых отношений на три предстоящих года и составили план работы на 2017. Луиза Сысоева, Денис Болтов, Светлана Нурик. Городские новости. Книга о шахтерской славе готовится к выпуску в Артеме. Условное название издания – «Шахтерская звезда Артема». На встрече представителей общественной организации «Шахтерский союз Артема» с редакционной коллегией были рассмотрены собранные для книги материалы фотографии из государственных исторических архивов Дальнего Востока, Приморья и Артема, городского историко-краеведческого музея, а также семейных альбомов работников угольной промышленности. Издательство, занимающееся подготовкой материалов для книжного издания, представило редкие фотографии, документы, выписки из архивных справок. Книга вместит в себя вехи истории шахтерской отрасли города Артема, расскажет о каждой шахте, героических буднях горняков, о руководителях шахт, знаменитых бригадах, шахтерских династиях, определит место и роль Артема в истории развития Приморья как центра угледобывающей отрасли. Полиция Артема оказывает государственную услугу по предоставлению справок о наличии или отсутствии судимости. В отделе МВД России по городу Артему оказывается государственная услуга по предоставлению справки о наличии или отсутствии судимости или факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного дела. Для получения государственной услуги необходимо обратиться с письменным заявлением. При себе иметь копии всех заполненных страниц документа удостоверяющего личность. Прием ведется по адресу города Артема, улица Интернациональная, 83, кабинет 103. В понедельник можно попасть на прием с 10 до 12, а в среду с 15 до 17 часов. Общественным наблюдателем при проведении ЕГЭ может стать любой желающий. В Артеме уже началась аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей на период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Для этого необходимо в срок до 10 мая обратиться с личным заявлением в Центр образования по адресу города Артем, улица Фрунзе, 101, 2 этаж, кабинет номер 5, телефон для справок 4-23-08. Общественным наблюдателем может стать каждый. Исключение составляют работники сферы образования и лица, у которых родственники являются участниками государственной итоговой аттестации. Ансамблю корейского народного танца «Чхельсон» исполнилось 20 лет. Немалый срок для самодеятельного коллектива. Поэтому и отмечалась дата с приглашением почетных гостей, участников коллектива разных лет и просто любителями корейского национального искусства. Побывала там и наша съемочная группа. Фирменный стиль и неповторимый звук – это корейские барабаны. Но чтобы научиться на них играть, немало нужно потрудиться. Так же, как и выучить национальные песни. Мы, конечно, граждане России, но мы корейцы. И ансамбль прививает этот дух единства к патриотизму именно своей этнической родине. Игра на музыкальных инструментах и вокал – важная, но не главная составляющая репертуара ансамбля. Танцы – вот основное направление творчества и развития. Мы участвуем в конкурсах различных, занимаем очень хорошие места. Мы, как правило, лауреаты. Имеем в своем послуженном списке гран-при. В ансамбле нет ни одного профессионального исполнителя и педагога. Но ни одно важное городское мероприятие не обходится без их участия. Мы неоднократно танцевали с ансамблем, с шкалиционным на одной сцене. И мне очень нравится этот ансамбль. Нравится разнообразие этого ансамбля. Они как и танцуют, так и выступают на барабанах, на других музыкальных инструментах. Юбилейный концерт ансамбля состоялся в паркетном зале Дворца культуры, на котором присутствовали консулы Северной и Южной Кореи, а также представители американской дипмиссии и артемовской администрации. Наш город национальный, в нем проживают представители более 85 национальностей. И мы очень рады, что сегодня у нас существует такой коллектив, который именно сохраняет традиции и культуру корейского народа. Уровень мастерства любого коллектива определяется упорным трудом, жаждой творчества и долголетием идеи. Все это имеется в ансамбле «Чхельсон» со дня основания и до настоящего времени. В таком режиме мы живем, что постоянно мы постигаем что-то новое. Мы не стоим на месте, мы идем в ногу со временем, чтобы можно было процветать и транслировать ту культуру, которую мы несем уже все эти 20 лет. Сразу же после юбилейных торжеств и празднования Нового года по восточному календарю начнутся репетиции новых номеров и подготовка к концертам. Словом, то, ради чего создавался и существует ансамбль. Камсамнида! Здравствуйте, желаем вам благополучия, спасибо, поздравляем, все такое. Камсамнида – это слова приветствия. Александр Наточев, Сергей Корнеев, Светлана Нури, Городские новости. На этом у меня все. Больше новостей вы сможете найти на нашем официальном сайте artemtv.ru. Приятных вам событий и только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин